Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня сотрудники Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова расскажут вам о наполнении и возможностях официального сайта учреждения. Обычно каждый веб-сайт имеет свой уникальный адрес и представляет собой совокупность страниц, которые взаимосвязаны с ссылками, объединены общей темой, дизайном и воспринимаются пользователями как единое целое. Уникальный адрес сайта библиотеки Архангельска вы видите на экранах своих мониторов. Он указывает местоположение данного ресурса в сети интернет. Предлагаем вам прямо сейчас совершить виртуальное путешествие по представительству МОК ЦБС во всемирной паутине. Решение о создании официального сайта библиотечной системы с целью оперативного и объективного информирования пользователей и других заинтересованных лиц о деятельности учреждений было принято в 2010 году. Разработкой технической части сайта, его дизайном и последующей поддержкой занималась компания Monarch. Просуществовал данный ресурс сравнительно недолго. Причин этому много, но останавливаться на них мы не будем. С 2013 года началась разработка нового сайта. Всю работу по его созданию проделал Ершов Антон Алексеевич, заместитель директора по автоматизации, совместно с диджитал-агентством F5. Сегодня официальное представительство МОК ЦБС во всемирной паутине выглядит иначе. Оно имеет традиционную и иерархическую структуру. Дизайн выполнен в оттенках голубого. По сей день техподдержкой сайта, его обслуживанием занимаются специалисты отдела по автоматизации. Контентом наполняют сотрудники отдела инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга ЦГБ имени Ломоносова. Давайте рассмотрим наполнение сайта, информацию, которая представляет хоть какую-нибудь ценность для вас, уважаемые читатели, для пользователей сайта МОК ЦБС. Веб-ресурс работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, получается круглосуточно. Информация доступна без дополнительной регистрации и иных ограничений. Сайт имеет горизонтальное и вертикальное меню. Горизонтальное меню с выпадающим под меню расположено под шапкой фоновым изображением, в данном случае берегом какого-то городка. Оно включает следующие рубрики. Новости, все о ЦБС, услуги, ресурсы, детский дворик, фотогалерея. Рубрика новости по сути является кнопкой для возвращения с любой страницы сайта на главную страницу. Центральная часть главной страницы отведена под новостной блок. Здесь размещаются прессы пострелизы, другими словами, новости о мероприятиях, которые будут проходить или проходили в структурных подразделениях МОК ЦБС. Раздел сайта все о ЦБС, как и другие разделы главного меню, включают несколько страниц. Тут предоставлена общая информация об учреждении, учредительные документы, планы, отчеты, бухгалтерская информация, адреса и контакты структурных подразделений, режим работы филиалов, документация по противодействию коррупции, а также информация о независимой оценке качества предоставления услуг в библиотеках. В разделе «Услуги» размещены правила пользования библиотеками МОК ЦБС, стандарт оказания муниципальных услуг и иные стандарты, перечислены основные и платные услуги. В рубрике «Ресурсы» пользователи могут узнать информацию о новых поступлениях и периодических изданиях МОК ЦБС, скачать материалы, созданные непосредственно сотрудниками учреждения. Это и рекомендательные библиографические списки, и информационные буклеты, и биобиблиографические дайджесты, а также основные события муниципальных библиотек, указатели, сборники методических материалов и научно-практических конференций. Помимо этого, здесь располагаются сведения об электронном каталоге, базах данных, входящих в его состав, о карточных каталогах и картотеках, имеющихся в системе, о полнотекстовых электронных базах данных и справочно-правовых системах. Тут же занесена информация о книжных коллекциях, например, о коллекции «Ломоносовский фонд», об изданиях с автографами авторов, о книгах, вышедших в свет во время Великой Отечественной войны, о редких и ценных произведениях. Все эти коллекции содержатся в фонде ЦБС. В фотогалерее размещены фотографии с различных мероприятий и событий МУК ЦБС, а в детском дворке рассказывается о мультстудии «Каковинка Пикчерс», представлены работы участников данного клубного формирования, даются советы логопеда, статьи, обзоры, отрывки из книг, посвященные детям и детской литературе. В левой части сайта вертикальное меню. Оно достаточно объемное, включает массу рубрик. Под меню данных разделов нет. Начинается вертикальное меню с рубрики «Режим работы». На сегодняшний день там размещен режим работы филиалов в предстоящий праздничный день, в День России. В следующей рубрике рассказывается об онлайн-акции «Авторитет имени. Открытая гостиная». Главная идея акции на примере взрослых, авторитетных и известных людей – показать подросткам и молодежи важность чтения, формирования успешной творческой личности. Здесь можно узнать о любимых книгах Андрея Петрова, Татьяны Лариной, Сергея Григорьева, Степана Полежаева, Ильи Логинова и т.д. В разделе «Карта сайта» в виде списка представлены названия каждой созданной страницы. Некоторым так гораздо удобнее осуществлять поиск нужной информации. Рубрика «Электронный каталог» ведет к электронному каталогу МУК ЦБС. Каждый пользователь без проблем сможет с помощью него узнать, есть ли в фонде системы нужный документ, а если есть, то узнать в каком филиале или каком отделе он находится. В разделе «Бронирование книг» читателям раскрывается возможность резервирования необходимого документа в онлайн-режиме для последующей работы с ним в читальном зале или на дому. Также в режиме онлайн можно продлевать сроки пользования документами. Достаточно внести свои данные в рубрике «Продление онлайн». Централизованная библиотечная система города Архангельска предоставляет бесплатный доступ к библиотеке Литрес. В рубрике, имеющей название данного полнотекстового ресурса, рассказывается, как получить доступ к данной библиотечной услуге, как заказывать и читать книги онлайн, как заказывать и читать книги оффлайн, то есть без подключения к интернету. Через сайт МОК ЦБС можно совершить виртуальный тур в музей Евгения Степановича Коковина. Ведь один из филиалов системы, а именно городская детская библиотека номер один имени Коковина, более 20 лет бережно сохраняет память об известном северном детском писателе и знакомит гостей с жизнью и творчеством земляка. Также сайт библиотеки Архангельска является проводником на сайт, посвященный Николаю Кузьмичу Жернакову. Имя этого известного человека носит Октябрьская библиотека номер два. На сайте читатели могут обратиться к биографии писателя, к его творчеству, посмотреть фото из семейного архива, почитать полезные статьи и, наконец, увидеть всю работу, которую проделывают сотрудники Жернаковки, работая с именем Николая Кузьмича. В разделе «Библиотеки на карте города» можно посмотреть, где расположены 20 структурных подразделений библиотечной системы. Это возможно благодаря Яндекс.Картам – поисково-информационной картографической службе Яндекса. С началом пандемии эффективная удаленка стала новой реальностью. Библиотекам нужно было адаптироваться, перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу. Современные технологии предоставили возможность полностью перенести книжные выставки, презентации и другие мероприятия в онлайн. В библиотеке общались с читателями в онлайн-формате, организуя для них разнообразные мероприятия, просмотры буктрейлеров, тематические видеообзоры, виртуальные экскурсии, громкие чтения, видеовикторины, мастер-классы и другое. По сей день каждый библиотечный сотрудник создает цифровое мероприятие, которое выкладывается в сеть. До начала военных действий на Украине онлайн-продукты загружались на сайт библиотеки Архангельска, для чего и была создана рубрика «Мероприятия в цифровом формате». С 1 апреля 2022 года цифровые мероприятия загружаются на сайт цифровых мероприятий библиотек Архангельска – tubearchlib.ru. Ссылка на него пользователям предоставлена. Из великого разнообразия онлайн-мероприятий в вертикальное меню в отдельную рубрику вынесены книжные обзоры и виртуальные выставки. Объясняется это тем, что в библиотечном деле важным аспектом является продвижение книги и чтения, а книжные обзоры привлекают внимание к источникам и побуждают слушателей обратиться в библиотеку за изданием. В разделе «Виртуальная экскурсия по МУК ЦБС» представлена презентация, которая ознакомит пользователей с филиалами, с их основными направлениями деятельности, самыми яркими событиями. На сайте имеется и виртуальная справочная служба. Она создана для работы с удовленными пользователями централизованной библиотечной системы Архангельска. Это удобная дополнительная возможность общения библиотекарей и читателей. Ее цель – сделать поиск информации комфортным и эффективным. Библиотекари готовы ответить на вопросы, связанные с деятельностью библиотек и их информационными ресурсами. Благодаря сайту читатели могут получить бесплатную консультацию у полномоченного по правам человека в Архангельской области и юриста. На вопросы в течение 15 дней отвечают сотрудники аппарата управления Министерства юстиции РФ. В разделе «Акции» представлена вся необходимая информация об акциях, проводимых в том или ином структурном предразделении МОК ЦБС. Здесь указаны названия событий, сроки, организаторы, прикреплены информационные письма и заявки. Из афиши читатели могут вынести для себя сведения о предстоящих мероприятиях, а в разделе «Конкурсы» прочитать положение об организации и проведении того или иного конкурса. Их в системе огромное количество – конкурсы рисунков, чтецов, фотографий, творческих работ, профессионального мастерства и т.д. Лучшие работы участников публикуются в рубрике «Творчество наших читателей». Раздел «ЦБС.МИ» представляет собой набор файлов по годах. Здесь находятся сканы публикаций о мероприятиях и событиях библиотечной системы из различных газет и журналов. В разделе «Премия имени Шергина» рассказывается о данной премии. Здесь загружено положение и перечислены номинации и лауреаты премии. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть сектор по краеведческой работе, который до января 2022 года возглавляла главный библиотекарь Рудная Татьяна Семеновна. В рубрике «Краеведение» представлены методические рекомендации в помощь планированию работы по краеведению за многие годы, перечислены цели работы сектора, основные задачи, содержание работы, размещены различные библиодайджесты в рамках литературного краеведения и многое другое. Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений деятельности МУК ЦБС. На базе Ломоносовки создан молодежный информационный центр. О его функциях, изданиях, направлениях деятельности читатели могут узнать из рубрики «Молодежный информационный центр». Отсюда можно перейти на страницу «Творческое объединение молодых библиотекарей МАЯК». Тут расположена информация о данном объединении. Говорится о задачах проекта, представлен фоторяд и проекты, которые были реализованы командой молодых специалистов. Помимо рубрик, в вертикальном меню можно встретить строку поиска по сайту и кнопку в виде QR-кода, при нажимании на котором происходит переход на страницу, где размещены товарные знаки социальных сетей. Кликнув на любой знак, пользователь окажется на страничке учреждения в той или иной соцсети. Под шапкой главной страницы, а также в левой части под QR-кодом, располагаются дополнительные разделы «Информационные блоки». Они по каким-либо причинам вынесены из основного меню и снабжены линками с ссылками для перехода к странице соответствующего раздела. Под информационными блоками есть архив. Щелкнув на него мышкой, можно увидеть, сколько новостей было размещено в том или ином месяце за любой год, но и без затруднений посмотреть новости за интересующий период. В самой нижней части страницы различные баннеры с линками, ссылками. Копирайт, сведения о разработчиках сайта и сотрудниках библиотеки и его поддерживающих отсутствуют, зато установлены счетчики, благодаря которым можно посмотреть статистику посещений сайта, просмотра какой-либо страницы за определенный промежуток времени и многое другое. Некоторые баннеры располагаются прямо под шапкой главной веб-страницы. Они сменяют друг друга. Тут есть и мероприятия в цифровой форме, и подкаст «Читающий город», и «Летний марафон в Архангельске-2022». Например, баннер с логотипом учреждения дает возможность перейти на страницу, где представлена вся информация о МУК ЦБС. А «Летний марафон в Архангельске-2022» отсылает к сборнику мероприятий, проводимых в рамках данного марафона. Официальный сайт МУК ЦБС, можно сказать, соответствует потребностям реальных и потенциальных пользователей библиотеки. Здесь каждый может найти информацию, необходимую именно ему. Например, для читателей библиотеки будет интересная информация о том, как пройти в библиотеку, контактная информация, электронный каталог и т.д. Для сотрудников и коллег полезны официальные документы, регламентирующие деятельность конкретной библиотеки, методические рекомендации, планы работы, события библиотеки. Для представителей органов власти важно, чтобы информация о библиотеке и ее документах соответствовала требованиям законодательства. Да-да, именно законодательство, ведь наличие сайта у библиотеки – государственное требование, официальный ресурс обеспечивает информационную открытость учреждения. Поэтому все, кто работает с сайтом, знают положение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 года, номер 277. Библиотечная система выполняет все требования данного документа. Это подтверждает итоговый отчет на оказание услуг по обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории Архангельской области от 2019 года, где четко прописано «Таким образом, оценка открытости и доступности информации о деятельности учреждения культуры, централизованная библиотечная система, размещенная на общедоступных информационных ресурсах сети интернет, соответствует отличному уровню полноты информации и информационных объектов». Вы, дорогие читатели, тоже можете оценить работу нашего учреждения, оставив свой отзыв на сайте basgov.ru. Как это сделать, подробно описано на библиотеках Архангельска. Алгоритмы действий доступны через баннер «Оценка качества учреждения культуры». Несмотря на то, что социальные сети постепенно вытесняют сайт, он не теряет своей актуальности. Об этом говорит и статистика посещений сайта. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас множество планов по продвижению книги и чтению, привлечению вас, уважаемые пользователи, стены библиотек МУК ЦБС на реальные мероприятия. Задачи непростые, но мы отличная команда, а значит, все получится». Продолжение следует...